Не успела своего пика достичь девятое поколение консолей, как уже по сути гуляют слухи о том, каким будет следующий Иксбокс. Понятное дело, что все может измениться до момента выхода и все о чем нам говорят может быть тупо не сбыться, но я все-таки решил вам рассказать о слухах, которые гуляют по сети, как-то скомпоновать их и выдвинуть свою теорию о том, каким может быть следующий Иксбокс. Не относитесь к этому видеоролику как к истине, но просто имейте ввиду, что такое в целом может быть. Перед началом видеоролика прожимайте лайк, подписывайтесь на канал, кстати не стесняйтесь в комментариях выдвигать свои теории о том, какой по вашему мнению будет новый Иксбокс. И переходите в наш Телеграм канал, где вас ждет много новостей, а также розыгрыш на игру по Звездным Войнам от Юбисофт. Начнем с того, что несмотря на то, что дела у Иксбокса с точки зрения продаж консолей идут не особо хорошо, ибо несмотря на их старания, инновации и попытки стать успешнее, все это не позволяет им как-то выйти на стабильное и быстро плывущее плато. Поэтому, мне кажется, команда Иксбокс в следующем поколении будет снова пробовать, пытаться и искать новые каналы, где бы они смогли преуспеть. Недавно на подкасте от некого инсайдера стало известно, что в планах Майкосов стоят два новых игровых устройства. Первое, это обычная стационарная консоль по типу Иксбокса серии 6, и если опираться на конкретную модель, то легко можно сделать вывод, что она тоже будет мощной. И если же сразу вспомнить туда заявление от Сара Бонд, она будет очень мощной. Единственное, сразу же вам немного скептики на этот счет от Диванова Эксперта с одной футболкой на все случаи жизни, то есть от меня. Мощь это как бы не особо решающий фактор, как показало девятое поколение, и очень надеюсь, что если они действительно предоставят крайне высокую производительность, то она не будет на бумагах и на словах, как у нас это получилось с нынешним поколением. И ко всему этому смогут предоставить либо хорошие инструменты для оптимизации, либо же будут больше помогать разрабам, чтобы эту мощь как-то, ну, использовать на всю катушку. Ибо в начале девятого поколения мы уже наслышаны про супербольшие тарафлопсы, нераскрытые технологии RDNA 2.1, которые, к сожалению, иногда не справляются с изначальным маркетинговым стандартом, а именно 4К и 60 фпс. Если вдруг кто-то переживает за подписку геймпасс, то они 100% ее оставят. Это для них сейчас самое важное, некое ядро существования. Единственное, они в будущем, скорее всего, снова могут поднять ценник, если вдруг они не смогут добиться желаемых показателей. Ибо привлечь и самое главное удержать пользователей в такой системе оказалось непросто, поскольку нужен просто бесконечный, а самое главное выгодный для пользователей поток игр, в которые они хотели бы поиграть. Кстати, если вдруг у вас все еще нету подписки, то можете ее оформить по ссылке в описании. Вторая консоль планируется быть портативной. Тут насчет мощи непонятно, какой она будет, явно слабее, чем стационарная, но по слухам будет не гибридной, то есть не будет иметь док-станцию как Nintendo Switch, это, конечно, жаль, но самое главное, что она будет по смыслу как Steam Deck, Rock L.I. или No.Go, то есть полноценной портативкой, запускающей игры прямо со своего железа, а не как PlayStation Portal, которая является лишь дополнительным аксессуаром к консоли, и, честно говоря, я до сих пор не понимаю, как такое может быть, что устройство пользуется спросом. Кстати, подобные портативки это реально крутое решение, по опыту использования Steam Deck и Rock L.I. могу сказать, что они дарят довольно клевый экспириенс, прекрасно ощущается в поездках, да и в целом, если вы не любите сидеть на одном месте, но любите играть, то это самое то и в целом могут заменить нужду в стационарных консолях. Если что, их вы можете приобрести у ребят из Технодеус, у которых есть и Xbox Series, и PlayStation 5, и портативные игровые устройства, и даже с ретро-играми. И если вы будете покупать и у этих ребят, то они вам еще по промокоду JumboMax скидку в 1000 рублей дадут. Помимо этого, у них есть смартфоны, айфоны, экшен-камеры, ноутбуки, планшеты и прочие гаджеты. В общем, ассортимент у них реально огромен. У парня хорошие цены, предоставляют годовую гарантию, делают доставку по всей России и имеют шуру в Москве, да и в целом, что еще нужно? Поэтому, если бы хотел себе или своим близким что-нибудь из электроники, то переходи по ссылке в описании и приобретай все, что тебе захочется. В общем, портативное решение это действительно классная задумка, единственное, не хотелось бы, чтобы получилось так, как серия СС, которую только ленивый не винил в том, что она что-то кого-то там тормозит. Ну, во-первых, в целом, это портативка и меньше будет на это спрос, и там как бы не требуют постоянно 60 фэпосов и 4К. Но у меня насчет этого есть кое-какая мысль на основе слухов, которые были ранее. Если вы смотрите мой канал довольно-таки активно, то достаточно вспомнить еще один мощный слух, что на Иксбоксе появится Стим и другие лаунчеры. Я не знаю, насколько я близок правде, но основываясь на том, что в целом Майки не особо сейчас продают консоли, у них с ними не получается, есть вероятность, что в их стратегии та самая консольная тема, она немного поменяется в сторону ПК. К тому же стоит еще раз вспомнить про такую новость, как то, что Иксбокс может разрешить сторонним компаниям выпускать свои консоли Иксбокс. А еще, если вспомнить новость, которая, кстати, была очень давно и вообще была приручена к выходу Иксбокс Серии СХ, то может быть, что они решат как раз-таки все это сделать в этот раз. Кстати, напишите в комментариях, как вам это решение, хотели бы вы и что-то подобное. То есть следующие Иксбоксы, возможно, будут неким ПК с игровым режимом. Это им поможет, во-первых, не потерять бренд в виде игровых устройств и в то же время сделать их такими, чтобы к ним от игроков не было особых претензий. То есть, условно, новый Иксбокс это может быть либо сторонняя, либо фирменная сборка ПК с передовым железом и с неким игровым режимом, напоминающий консольный дашборд, где будут как раз-таки остальные лаунчеры, там, Иксбокс, Стим и так далее. Это что-то подобное, как сделал Rock Eli или Стим Дек, нажал на кнопочку, игра и тебя не беспокоит уведомление с какой-либо приложения, но в то же время, если хочешь, нажми на кнопочку и вот тебе ПК со всеми удобными для тебя сервисами на винде. Мне кажется, это хорошее решение, особенно для тех, кто любит бренд Иксбоксы, для тех, у кого в их магазине большая библиотека игр. Просто, как по мне, тут самое главное им создать действительно удобный функционал и ощущение, будто ты пользуешься консолью. Опять же, что-то аналогично, как Стим Дек. Тут единственный еще вопрос, как они сделают полную обратную совместимость на таких устройствах. Либо это как раз-таки может быть то самое уникальное предложение, мол, если ты берешь новый Иксбокс, то у тебя будет доступ ко всем играм ранее. Как бы обратная совместимость 100% будет, это логично. И в целом, это может действительно многих забайтить, приобрести именно это устройство, а не просто собрать себе готовую сборку ПК. Почему я лично вижу такой исход? А потому что сюда объяснительно и плавно кладется еще один мощный слух про отмену онлайна. Да, поговорят, что теперь за игру в онлайне будет платить не обязательно. Но в целом, полностью лишать себя лишней копеечки, тогда, когда она идет рекой от старых пользователей. То есть консольщики в целом привыкли платить за онлайн. За счет этого делать решение для всех, особенно на старой консоли, не особо имеет смысл. Ибо в нынешнее поколение Иксбокса не удается притянуть себе игроков. Но вот в следующем, и в то же время немножко разделить ветви за развитие, а-ля почему у старого Иксбокса подписка онлайн есть, а у нового нет, будет опять же основание базы на ПК, ибо они за это и так не платят. К тому же, вся эта тема, близкая к ПК, даст майкам очень широкий потенциал развития в будущем. Вспомним, что игровые консоли, к сожалению, не такие востребованные, и интерес к ним, к сожалению, угасает. И чтобы не натыкаться на одни и те же грабли, в попытках снова зачем-то догнать Плейстейшн, Иксбокс все-таки может пойти по другой дороге. Отчего, возможно, для себя только и выиграет. Ибо иногда делать одно и то же, особенно когда не получается, ну, просто бессмысленно. И поскольку у майков много бюджета, возможности, они могут попытаться изменить рынок подобным способом. И в то же время предоставить игрокам новый взгляд на игровые устройства от бренда Иксбокс. К тому же, что касаемо портативного Иксбокса, там может получиться абсолютно точно так же, как и на Стимдеке. И что у нас получается в итоге? Мощная, а самая главная выгодная ПК-сборка с шильдиком Иксбокс, которая может по вкусу прийтись как и любителям консоли, так и ПК, ибо с помощью игрового режима они смогут убить двух зайцев. И портативка, которая может запускать игры с магазина Иксбокса, еще и игры по обратке со старых консолей. Минусы в таком исходе я вижу так, что будет не всегда идеальная оптимизация, которая будет опираться больше как раз таки на комплектующие, нежели на вылизывание проектом разработчиками. Возможно изменение той самой легкости и безгеморройности запуска игр, как на старых консолях, ибо даже если какой-нибудь игровой режим, он может быть красив, прост и хорошо оптимизирован, но избежать системных ошибок в этом плане будет непросто. И все это опять же может упереться в какой-либо пердолинг. Конечно, может быть майки смогут в функциональном плане сделать чудо, но нужно помнить, что это майки, которым все-таки сложно это сделать. Плюс это не исключаем возможность апгрейда на более мощной консоли, либо же выпуск разных по характеристикам сборок от разных брендов с шильдиком Иксбокс. Доступность огромного списка периферии. Опять же, мне кажется, к таким устройствам можно хоть что подключить, али микрофоны, любые рули, геймпады, ибо это все-таки больше будет ПК, чем консоль. Еще это свобода выбора в лаунчерах и возможность закупаться в Стиме. Скорее всего, компактность, ибо в подобной сборке они должны иметь какой-то эксклюзив в этом плане. Не потеряв всего, что у нас было ранее в плане библиотеки, сохранения и так далее. Конечно же, плюсами является еще просто наличие портативного Иксбокса. Это просто отдельный самый жирный плюс, ибо поиграть в старые игрушки где-то в дороге, по типу гирзы третьей, это просто вообще ши. Ну и самый, наверное, главный плюс это то, что просто вся вот эта тема с кеймпасом, с обратной совместимостью, с экосистемой, она просто сохранится, и в то же время как бы будет доступна и для обычных пользователей ПК. Конечно, новое поколение может быть совершенно иное, может быть чем-то близким на эту теорию, но честно говоря, я бы посмотрел на данный вид событий. Опять же, по слухам, поговариваю, что Иксбокс может повторить свой стратегический ход в седьмом поколении, и выпустить свою консоль на год раньше, чем это сделает конкурент, чтобы, ну, наверное, как-то поменять правила игры. В любом случае, ждем и надеемся на годноту. На этом у меня все, большое спасибо за просмотр, если вдруг ролик понравился, прожимайте лайкусики, подписывайтесь на канал, пишите, что вы думаете о данных теориях, и до новых встреч, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok